Субтитры делал DimaTorzok 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 Один перчик 790 рублей То есть это прям хорошо так Вот рис тут тоже с перцем острым Тоже 800 рублей практически 600 рублей Вот короче я нахожусь сейчас в трансферной зоне Вот такой вот аэропорт там Офигеть как там далеко просто Это километр два до туда идти До конца Всего здесь 200 220 что ли ворот 220 То есть очень много Куча всяких дьюти-фри Даже есть фэмили-март Который есть В Японии Сразу скажу что Цены фэмили-марти реально дешевые Можно купить что-нибудь подешевле Недорого Ну вот Ну вот здесь вот тоже можно посмотреть Вот типа Гёдза Это типа Короче С овощами Порк рипс Стоит 350 рублей Ну Типа пельмени Десерты по 350 рублей тоже Кофе по 590 По 490 рублей Ну в общем Вот обычный экспресс 390 рублей 35 миллилитров То есть очень маленький Кошка 70 70 миллилитров Чуть побольше 490 Да это до хрена очень Стоит в общем Я бы не стал покупать Вот что бы я купил Это вот чай Вот Это за чайник То есть вот такой чайник Идет с кружкой Очень вкусный Органический Всякий там Вот То есть В Китае Вот если вы будете То есть обязательно попробуйте чай Какой-нибудь китайский Именно вот Вот Они дорогие Но вот Именно вот их Стоит попробовать 109 рублей за чайник В принципе это Точнее 1009 рублей Да За чайник Это Ну как бы 90 точнее Рублей Да Это прилично Но Это того стоит То есть Поэтому Китайский чай Вообще считается Одним из лучших В мире Ну если это натуральный чай Естественно Не какой-нибудь там Пакетированный Подделка Тут всякие 7-Up И тому подобное В 6 раз дороже Чем в магазине Все стоит Так вот Ну я продолжаю Я сидел здесь примерно Еще 2 часа Примерно До вылета Поэтому Вот смотрю пока погоду Погода в общем Как в Питере То есть сезон дождей Видимо идет Пасмурно Дождик Накрапывает Но зато не жарко 27 градусов всего На улице В принципе Аэропорту тоже Прохладно достаточно Так что Самый то я считаю Сейчас чуть попозже Я попробую Пройтись по магазинчикам Там Поснимать всякие Там Дити фри И так далее Вот я уже там был Но В общем В некоторых висит Конечно Надписи Что не снимать То есть Как бы Но Попробуем Что-нибудь придумать Может быть Как-то обойдем Это Из-под пола И поснимаем Скажем так Пока никто не видел Вот Ну все До связи Будет что интересно Я вам покажу Обязательно Ну всем Великам Ну а я продолжаю В общем Пока я сижу Здесь отдыхаю Решил рассказать Немного О китайском сервисе Вообще Китайских Вот аэропортах Ну по крайней мере Шанхай И Авиалинии Вот этой вот China Eastern На которой Я сюда прилетел Значит Кормят там Ну как сказать Не очень хорошо Какие-то куски Булочки Вот Сок Скажем так Не лучшего качества Потому что После него Реально начинает Болеть живот И там Как это Сказать Не очень хорошо Себя начинаешь Чувствовать После такого сока Хватит куда-то там Но В комнату отдыха Отойти Грубо говоря Вот Ну булочки Такие сухие В принципе Ну можно покушать Там вафли Булочки Вот так перекусить Чисто Горячей еды Там не дают Ну потому что Полет всего там Четыре-пять часов Длится там Вот так вот Такая еда Простенькая А вот Значит Что еще В самом Аэропорту Еще есть проблема То что Не все Люди Китайцы Которые стоят На стойках Вот регистрации Также в магазинах Или где-то Например Ну вот В залах ожидания Не все понимают По-английски То есть даже Если вы знаете Английский И не значит Что вам Могут все отвечать На этом Ну в Китае Прям в Шанхай Вот Лично я Уже опробовал На себе Спросил Какого-то там Паренька В этом Внизу Около моих Там вороток Где мы Вылетать Насчет самолета Он в общем Ни слова По-английски Вообще Нишь проехает На пальцах Все мне показал То есть Как там Понял Он И Что-то Ответил В общем Вот Поэтому Если будете Китая То Лучше подходите К стойкам информации Либо к охранникам Потому что Многие охранники Знают английский Стойки информации Также знают английский В магазинах Магазинах Ну Могут не знать Ну Некоторые Кстати на японском Здесь понимают Потому что там Схожие слова И Если вы знаете Чуть-чуть Японский Вы можете там Ну Прео название Блюд каких-то Там Название Место Каньжи Прочитать И так далее То есть В принципе Чтение схожее Там можно Хотя бы Ну В меню Если оно Чисто на китайском Можно выбрать Себе блюдо Вот И Сказать Вот мне вот это То есть Ну По-китайски Например Прочесть Даже вот эти Каньжи Китайский Японским Чтением И в принципе Оно Как бы Пройдет Прокатит То есть Как бы Ну Не всегда Конечно Но Прокатит Вот Ну В принципе Пока все Если еще будет Что-то интересное Я вам обязательно Включи Покажу Все До связи Всем Велкам Это снова я Мы вот здесь Поели В принципе Недорогие Цены 58 По 48 Юани За блюдо В час Надо идти уже На посадку Здесь разные Магазинчики Как их показать С китайскими Товарами Я не знаю Подделка Это или Не подделка Вот Разные товары Продают В основном Продают Значит Ну Традиционные Костюмы Традиционные Эти Как их называют Фигурки Нефритовые Всякие Изумрудные Вот Разные Сумочки Это все Стоит Прилично Денег Вот Например Тот шоколад Стоит 160 Юани Это Где-то 1600 Рублей Там Вот Здесь Магазин Панд Здесь Такой Вот Интересный Разные Панды Веера Там Всякие Фигурки И тому Подобное И Лирка Я думаю Все это Китайские Подделки Как бы Бренд Но Все равно Сделано В Китае Все-таки Не доверяю Я Магазинам Китайским Ну Шанхайтан Может быть Это Китайские Именно Как сказать Для китайцев Товар Какая Вот Тоже Кафе Ресторон Тоже В принципе Неплохой Тоже Цены В принципе Везде Одинаковые Там Недорогие Здесь Продают Разные Там Наушнички Сигареты Алкоголь Конфеты Ну Цены Ну Приличные В общем Бутылка Алкоголя Стоит Примерно Около 200 300 юаней Это Примерно 3000 Рублей Вот Сумышки Разные Физелирка Опять Сваровский Ну Это Кристаллы Обычные То есть Даже Не бриллианты Вот Можно Посмотреть Цены Такое Колье Стоит 1500 Юаней 14000 Рублей Это Дофига За Ну Скажем так Незолотое Изделие С Этим С Кристаллами С Стеклом Горь Разных Подают Эти Фигурки Разные И В том Числе Там Насекомых Животных Можно Сделать Этот Инкан То есть Печатку Свою За Пять Минут Прикольно То есть Можно Из камня Прям Выразить Но Опять же Каменная Изумрудная Например Печатка Стоит 550 Юаней Это Примерно 5500 Рублей Это Это Очень Много То есть Если Делать Например В Японии Можно Дешевле Сделать Также Вот Здесь Есть Чаохан Это Разных Японского В стиле Есть Рестораны Есть Китайского Есть Корейского В стиле Рестораны Цены В принципе Во всех Ресторанах Одни и Те же То есть В районе 40-50 Юаней За Какое-то Блюдо Видимо С какого-то Самолета Вот Sunrise Кто Кань же Умеет Читать Восходящее Солнце Магазин Восходящего Солнца Здесь Конфеты Разные Опять Сигареты Китайские Комагазин К примеру Чивос 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 Регал Экстра Продает 220 юаней От 220 до 300 В принципе Неплохо Венеси XO Уже есть В принципе Не так дорого В самом деле В России Чивос Регал Примерно Так же Стоит Где-то Трех тысяч Рублей От Двух Тысяч Трех Тысяч До связи Что будет Интересно Обязательно Ключ Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует